Этим алмазам не нужна огранка, поскольку существуют они пока только в виде теоретической разработки. Но по оценке физических свойств, эти кристаллы превосходят природные бриллианты. При их создании ученые планировали сделать модификацию тверже натурального камня, но получилось ярче. Всего шесть новых решеток, которые уже можно получить экспериментально. Мы провели прогнозирование новых веществ с алмазной структурой, которые обладают схожими характеристиками, как и алмаз, но превосходят их по ряду физических характеристик, в частности по яркости блеска. Уникальные методы предсказания новых материалов разрабатывают в Самарском университете. Здесь работает одна из лучших в мире школа теоретического материаловедения. Так сложилось исторически. А с появлением нового оборудования возможности самарских ученых стали практически неограниченными. Сегодня за их открытиями следит весь мир. Центр сотрудничает с ведущими научными школами мира. Это святая святых, процессы разработки новых материалов. Суперкомпьютерный кластер с производительностью 20 триллионов операций в секунду. Здесь всегда шумно, поскольку работают мощные кондиционеры. И уникальные программные обеспечения также разработали ученые Самарского университета. На нем можно проводить достаточно серьезные вычисления. Его мощность порядка 20 терафлоп. Конечно, на общем фоне всемирном это выглядит не очень много, но для рабочей группы, когда у нас считает человек 5, это достаточно много. Чем больше быстродействия, тем быстрее решается конкретная задача. Новые материалы – самые перспективные направления в мире. То, чего не создала природа, сегодня вполне по силам человеческому разуму. Самарском центре готовы предложить самые причудливые материалы. Твердые электролиты на основе алюминия, которые могут изменить наше представление об электромобилях. Если разработка выйдет в тираж, электрокар из предмета роскоши превратится в народный автомобиль. И, соответственно, батареи, которые могут быть сделаны с использованием алюминия проводящих материалов, они могут быть в несколько раз компактнее и экономичнее, и обладать гораздо большей емкостью хранения энергии. Новые материалы вычисляют даже студенты. Татьяна Ахмедшина на четвертом курсе. Ахмедшин специализируется на создании интерметаллических структур. Большие перспективы использования в авиационной и космической промышленности. Добавляя даже незначительное количество их, мы можем улучшить качество материала. То есть получим совершенно новый материал с другими свойствами, лучше, чем прошлый. Сегодня вопрос в том, чтобы все эти разработки получить экспериментально. По оценкам американских ученых, время от теоретического предсказания кристалла до запуска в серию сокращается. Если раньше процесс занимал порядка 20 лет, то уже скоро будет всего два года. Россия пока отстает. Но все же самарские ученые надеются, что их разработки останутся здесь и смогут найти применение. Тем более, что в перспективе это будет так же просто, как сегодня распечатать деталь на 3D-принтере. В будущем, я думаю, этот процесс перехода от компьютерной картинки к реальному веществу будет сокращен, ну, не знаю, там, если не до дней, то, может быть, до недели или до месяцев. То есть будет происходить очень быстро. Вы прогнозируете и потом, подбирая соответствующие материалы, непосредственно создаете тут же какую-то деталь или вещь. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.